Всем доброе утро от меня и от Чарли. Мы немножко работаем, вернее уже почти заканчиваем. Вернее, я работаю, Чарли не работает, он только гавкает на всех подряд. Там у меня сидит женщина с накрашенными волосами. Так что сейчас я ее оприходую и домой. Я вчера такую вкусняшку приготовила. Домой уже пришла. Сейчас покажу вам, что я тут наварила, вкусняшку какую. В общем, я вчера долго думала, после того, как с вами попрощаться, чего бы мне поесть. Мне все надоело, все что-то хочется, кого не знаю. Я вспомнила, что у меня есть голубцы замороженные и решила сделать голубцы. Но не простые голубцы, а сделала поджарку, все как надо. И посмотрела на подливку, думаю, что-то какая-то жидковата. И добавила сюда пакетик каши, вот это вот, булгуры с этим, с рисом. И, в общем, а еще я их варила, половина воды, половина кокосовое молоко. Ну, вообще, что-то получилось. В общем, вместо сливок, думаю, чтобы не добавлять никакой сметаны, сделаю кокосовое молоко туда добавлю. И вы знаете, я сегодня попробовала утром, это очень вкусно. Это будет у меня как бы голубцы с кашей вместе. Смотрите, как все это выглядит. Ну, выглядит не очень, согласна. Но на вкус это никак не влияет. Так что вот так. Надо сумку разобрать. Я вчера спортивную сумку не разобрала, так как мне сегодня не идти на спорт. Она стоит у меня, там стоит. Пойду сумку разберу, пока у меня будет разогреваться моя тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря-тюря. Знаете, что такое тюря? Вот это вот тюря. А еще я сегодня с клиенткой поругалась. Ну, как с клиенткой? Она считает себя другом семьи В общем, не то, что она бабушка уже такая С ней сестра дружит, которая живет рядом с моей парикмахерской Но опять, как дружит Эта бабушка, она не одинокая Но все ее родственники живут в Барселоне С мужем она тоже не живет Он там ей рога наставил, скажем так, давным-давно И она с ним не живет И вот типа от него сбежала сюда К нам в Соловрине У нее отсюда родители, все дела И в общем, она здесь одна Одна, считай, живет И сестра мужа вот за ней как бы присматривает, скажем так И каждое воскресенье вот она с нами ее ездит везде Но на такой человек тяжелый Это вообще пиздец Ой, простите Выскочила Ну это просто правда Вот я сейчас анализирую и все В общем, ей все не так Вот раньше, представляете Меня это вообще возмущает Сейчас объясню Во-первых, раньше у сестры был магазин Вот она придет, значит И вот она ходит Она дружит с сестрой Та ее везде возит Ну чтобы ей скучно не было Ухаживать там за ней Ну в том плане, что присматривает Что вдруг что-то не случилось Раньше даже еду ей давала Все дела А вот А та, значит, ходит по всей деревне Рассказывает, что у них в магазине То овощи какие-то гнилые То фрукты гнилые То хлеб жесткий И в общем, ходит такая Вот все ей не устраивает И она такая Типа Я правдолюб Я тоже очень сильно правдолюб Но нужно в своей, как говорится Иметь лимит Да Черту Которую За которую не нужно заходить Если ты дружишь С каким-то человеком Тем более она уже взрослая Можно сказать Ну не пожилой Но в своем уме То есть Человек Но она, видимо, всю жизнь такая была В общем, если ты дружишь Ты видишь, что там это Зачем ты ходишь И обсираешь То есть я за свою подругу Я не буду там ходить Ее по всему селу обсирать Да И потом садиться С такой же улыбкой К ней в машину И ехать пить пиво Там проводить время Да Также они ездят Очень часто к сестре Которая здесь живет И вот она тоже ходит К ней Приезжает к сестре Они там кушают Проводят время Там в карты играют Потом она, значит У нее целую неделю Ей делать нечего Она ходит И начинает так же Их обсирать Вот ту семью В которой была Там то-то, то-се То едят много То пьют мало В общем, вот так Никаких хороших Этих Я вот сколько раз Мужу говорила Зачем они ее возят И вот она ко мне В парикмахерскую ходит Тоже уже много-много лет И вот она, знаете Такая вот Ей все не то И это ей не так И это ей не так Прическа Укладка у нее Целую неделю не держится То голова чешется То еще что-то У нее голова чешется Я говорю У тебя тут этот Как псориаз Вот что-то типа такого Тебе, говорю Нужно в больницу идти Шампунь у меня плохая была Поэтому вот у нее Голова чешется Я говорю Ну блин Ни у кого не чешется У тебя чешется То и за ушками помой Я говорю Ну пипичку, говорю Тебе еще не помыть Вот Ну раз она типа Она считает Что мы Я ей Как бы Те чуть ли не родственные отношения Ну и я ей по родственным Так я и говорю Но все дело не в том Все Дело в том Что когда стричь ее Это просто какой-то ад Я уже много раз Ее отправлял Говорю Ты не ходи ко мне стричься Потому что То я не умею стричь То я не так То это не так Тут не так меня сострижешь Туда меня не так сострижешь Туда меня коротко Я ее однажды отправила Так вот Она через неделю приходит Чуть ли не с такой стрижкой Как у меня Коротко А у нее вот такая вот Ну вот Как типа коры Я говорю Ой А тебя подстригли Да Я говорю Не коротковато ли Ничего Вырастут То есть блин Когда кто-то ее обкромсал Вырастут Если бы я ее так подстригла Она бы меня со свету сжила Честное слово Но это бы ладно Если бы один на один Она мне говорит Так она мне При все это Причитает Когда люди сидят Клиентки То есть очень мне приятно Слушать Да При других клиентах Когда она сидит И просто вот Разговаривает Что я не умею стричь Причем не плохо стригу А что я не умею стричь Что вы это Ну и сегодня Вот все опять Тоже повторилось Сидит значит И говорит Ой подстриги мне Тут вот немножко Совсем немножко Я говорю Ну для совсем немножко Нафиг ты будешь стричься Не стригись То есть я уже поняла Что будет конфликт Пыталась его как-то уэта И вот она опять начала И это не то И ты не умеешь стричь И ты плохо стрижешь Если я плохо стрижу Я ей говорю Слушай Говорю Ну а зачем ты пришла Я говорю Я тебя насильно сюда не тянула Зачем ты пришла Говорю Иди к другим И понесла Нет К другим не пойду Ты стриги И туда-сюда В общем я с ней Я уже ей повесила Этот Ну вот эту вот штуку Которую для стрижки Короче я снимаю Говорю Нет Я говорю Тебе не буду стричь У меня нет Своего ни настроения Ты зачем так сделала Ты это сделала плохо Ты знаешь Что так делать нельзя Я говорю Ага Говорю А так как ты Делать охеренно можно Я говорю Так как ты уже Долго живешь Могла бы понять Что Что такие вещи Нельзя людям говорить Если тебе что-то Не нравится Ты просто уйдешь В другое место И все Ну ей по барабану Ей как бы это И она дальше Как это и так Я ее не буду стричь Ну нифига себе Я говорю Ничего К другому сходишь Другой пускай тебя Пострижет Вот Что же она еще Мне начала Что-то там Рассказывать Что-то там Показывать Что-то там Причитать В общем Причитала Причитала Я ее уложила Все Она свалила С недовольной Миной Вот А мы еще на той неделе Ездили Ну каждый выходной Когда все с сестрами Мы едем Она тоже всегда Там присутствует Муж знает Что я ее Не перевариваю И просто Пытается сажать Меня в другом месте Я просто не понимаю Я много раз Говорю Зачем вы ее возите Она вас просто Напросто обсирает Просто она И говорю Причем О своих детях Она никогда не рассказывает О своей семье Она не то что плохого Она не плохого Ни хорошего не говорит Никогда Я говорю Неужели вы не замечаете Что она Вот просто Вас Ездит с вами Потом вас обсирает О своих детях И о своей семье Никогда ничего не рассказывает Да 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 И все по барабану Я не знаю Почему Так происходит Ну сестре Видимо ее жалко Ой она одна Там ее жалко Там Ля-ля-ля Тополя В общем Такие вот дела Отправила я ее Не стала стричь Не знаю Я не то что правильно Неправильно поступила Я решила Как говорится Свои нервы дороже И все Просто не хочу Выслушивать И вообще Когда подругу Что-то говорят Что ты делаешь плохо То хорошо Это уже не получится Не надо меня там Бесить Как говорится Не бесите во мне зверя А то зайчика разбудите В общем вот так вот Пишите в комментариях Как бы вы поступили В такой ситуации И что бы вы сделали А вот Он может быть Сходит опять В другую парикмахерскую Где с нее возьмут В три дорога Потому что я ей делаю скидки Не знаю зачем Делаю скидки И стригу Именно так Как она хочет Но Она сама не знает Что она хочет В общем Аллилуйя Будем надеяться Что она пойдет К другому Парикмахеру И все И будет все зашибись Бывают такие люди Которым вот все Ей не устраивает Вот все Вот солнце светит Блин Она говорит Почему дождь не идет Дождь идет Нет я хочу солнце Вот такой вот человек Представляете Очень тяжелый Наверное поэтому Дети в Барселоне живут Чем дальше Тем лучше Как говорится Она съездит туда На недельки полторы И хватит Ее обратно С самолетом Пошла кушать Вот так Выговорилась вам Вот и все Еду на пляж Чарли гулять А потом поеду Доеду наверное В Меркадон Крупчики надо купить Какие-нибудь Полопать Вообще ничего нету Последнюю грушу съела А не Я в Лидл хотела В Лидл Вот я еще немножко Подстригла Вот тут Отстригла Вот эту заднюю часть Почему? Потому что хочу Опять краситься Какой? Ждите Сюрприз уже Конечно не будет Потому что Либо голубой Либо розовый Который Вы угадали Да какой цвет будет Так что Вот так вот Учки какие-то Набежали Ну так на улице Хорошо В общем Идем на пляж Все по расписанию Это какие-то бабульки Но я таких не знаю Это не мои клиентки Вообще Я их первый раз вижу Настоящая деревня Здесь курочки Ходят Кудахтают И овцы Потому что Воняет овцами Какие-то товарищи Пьяные ходят Все как в деревне Это мы на пляж идем Вот там вот Цивильно все Где мы всегда ходим А я тут Вот по такой дороге Прошла Тярли в травки Вон там И пописал там Женой Покувыркался Да, Чарли? Даже не обращает На меня внимания Ему здесь зашибись Слышите море? Наверное не слышите Заканчивается сезон И выбрасывают в сидушки А вот и море Слышите море Такое ощущение Такое ощущение Что он так офигенно любит море Вот убежал туда И все И бежит там А ведь он его очень сильно боится Маму Бежит 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 А сам засеря На пляж его привезу Так и сидит На берегу Да Да Кстати смотрите Шторм Немного всего выбросила Но вот так коряги Всегда выбрасывает Пакетик Ну это наверное даже А так Смотрите В принципе Нет такого Чтобы там Пластиковые бутылки Или еще какая-то грязь Вот только вот Всякие разные коряги И мусор такой вот Ну биомусор Так скажем Назову его Вот эти всякие листва А так чтобы вот Такого плохого Я просто насмотрелась Что море выбрасывает Всякие бутылки Еще что-то Нет У нас как-то такого Нету Видите Есть конечно Какие-нибудь там Пластиковые Крышки Но это очень редко Так пляжи чистые У нас праздники Уже начались Видите Там концерт Поставили Навес И люди Тусуются Дискотека Какая-то группа Приехала Песни поют Танцуют Развлекаются Кто хочет На пляж На пляже Тусуются Чарли Бэнь Бараки Ай Мой Вень Смотрите Сколько здесь Машин поставлено А мы гуляем Такая сильная Влажность Что я иду Вся мокрая Не от того Что мне жарко От того Что сильная Влажность Прям Жесть Вот что я купила Сейчас перечислю Вам Красные яблоки Вот эти Кстати пакеты Био Которые Сейчас вот Больше и больше Нахожу Такие пакетики Которые Разлагаются Скажем так Красные яблоки Килограмм Стоит Евро 59 Они у меня Вышли На евро 64 Потом Вот такие Груши Нам очень Понравились Мы их Слопали Буквально За несколько Не знаю Присестов Вот Они у нас Стоят По 99 Центов Здесь Килограмм 99 центов А здесь 99 здесь Взяла Горчицу Вот Такую Дышонская Дышонская Горчица Она у нас 89 центов Стоит Соус Соевый Он у нас Стоит Тоже 99 центов Бананы Зеленые Но они Поспеют Потом Потом Буквально За 2 дня Они у нас Стоят Килограмм 89 центов Здесь Кило 200 Потом Соломи Это вот Вырезка Такая Типа Вот Карбоната Наверное Около позвоночника Которые Я так думаю У нас Вот этот Кусок Вышел На 3,90 7,80 Килограмм Такое Мясо Вот такой Йогурт Очень Понравился Вкусный Все лучше Чем Мороженка После Это у меня Десерт Такой Идет Йогурт Ванильный Вот именно Ванильный Кремос Он у нас 99 центов Вот эти 4 штуки Идут Вот этот Гель Для Умывалка В общем Для лица Вообще Суперский Смывает Не надо Ничего Не тереть Ничего Морду Лица Короче Смывает Очень Зашибительски Всем советую Пользуюсь Им не первый Год Можем сказать Он у нас Стоит Евро 49 Яйца Яйца Я беру Эльку Это Средние Яйца По размерам Здесь у нас Вот Есть Эмка Есть Экис Эли Я Эльку Беру Они 7 Да ну Нафиг Че А Евро 45 Я думала Евро 100 Не Евро 45 Грибы Вот такие Взяла Смотрите Какие они Смешные Я слышала Что они На гриле Очень вкусные Но муж У меня Таких не будет Я ему Обычные Шампиньоны Взяла Чемехи Они Знаете Вообще В Лиделе Вот В субботу Очень много Всяких Разных Продуктов Которые Идут 50% Скидки Видимо Что после Уже Надо их Продать И вот Потому что Они Испортятся И в общем Эти грибы Стоили В 50% Дешевле То есть 64 Одна Штучка А так Они стоят Рубль 28 В обычные Дни А вот Сейчас Стоили 64 Штуки Вот такие Потом Шампиньоны 95 Центов Они тоже Шли 50% Скидки Взяла Вот такой Итальянский Как он Десерт Попробовать Что-то Захотелось Пироженки Какого-то Он у нас Стоит Так 2,99 Не дешевое Кстати Удовольствие 2,99 Тут 450 Грамм Что еще Ты не сказала Вроде бы Все сказала Кактус У меня еще Был Тоже Кактус Дешевый Ведерки Он что-то Сейчас скажу Сколько Кактус Короче Кактус Стоил 1,99 Но 60 Копеек Убрали В общем 30% Скидка А И Пирожки Такие Булочки В общем Еще взяла Они тоже Муж там Хавает Это ему Они у нас 75 копеек Что это Все И поэтому Сейчас Морду Лица Умывать А шпинат Я вам сказала С яйцами Я буду Есть Шпинат Шпинат У нас 95 копеек Стоит Здесь Вот много 300 грамм Ну 300 грамм Можно Залопаться В микроволну Оно Жемыто И все Дела Что-то Мне нравится Шпинат Сейчас Яблоко Залопаю Такие Классные Я естественно Его понюхала Несмотря на то Что здесь Почти все Яблоки Обрабатываются Гелию Кстати Чайник Скипел Не гель А серой Воском Воском Чтобы не портились Но Я нюхала Так Вот эту попку Туда Они не залезут Наверное И когда я почувствовала Запах яблоки Я сразу взяла Себе 4 штуки Так вот Чай буду Сейчас Пить Наверное Рейбуш Ну что Вот я Естественная Красота Блин Ноги замерзли Без тапок Хожу Холодновато Надо уже доставать Другие тапки Которые С носками Можно одеть Чай я так себе И не сделала Что-то закружилось Яблоко съела Не очень вкусно Спокойной Первый вид Буду сейчас С вами прощаться У нас уже Смотрите Как темно Хотя темно Уже давно Скоро уже Время меняет В конце октября 28 октября У нас Время меняет Зачем это Я не понимаю Вообще Никакого смысла Я не вижу Единственное Что я Когда меняют Время Крикмахерскую Открываю На час раньше То есть Сейчас я открываюсь В 5 А буду открываться В 4 Очень неудобно Потому что Время Немало На отдых Обеденный Здесь же Сиесты По 3 По 4 Часа Но Ничего Не поделаешь Потому что Все хотят Когда зима В 4 Укладываться Потому что В 5 В 6 В 6 Здесь уже темно Там у нас Когда темно Никто даже Не выходит Все Оденут Теплую Пижамку И сидят Греются В общем Вот так Буду с вами Прощаться До завтра Встретимся Завтра С вами На Реумилении Будем С вами Фламенко Танцевать И смотреть Горячие танцы Всего вам Самого наилучшего Всем Пока Пока До завтра